Доброе утро! Я отправила уже детей в школу. Все, Аленушка только сейчас ушла на улицу, только начинает расцветать. Смотрите, как красиво. Борюшка сейчас ходит, уже темно. Я стала ей включать фонарик, не знаю. Она с девочкой ходила, сегодня вот пошла одна. Не знаю, надеюсь, все нормально. Обычно не звонит, ничего. Стою, думаю, что позавтракать. Нужно сварить кофе. Еще хочу авокадо. У меня есть сырники. Я думаю, сырниками, наверное, позавтракать. Я хотела сделать лаваш с яйцом, как я обычно делаю. Думаю, у меня же есть сырники. Зачем мне лаваш? Вот. Плюс у меня еще есть яйцо отварное. Так что, сейчас надо замутить завтрак. Не хочу свет включать. Что-то все повыключала. Девчонки ушли. У меня на кухне такой. Ночи ничего говорит. Так, прям спокойненько. Спокойненько так это. Сегодня что-то проснулась, и мне показалось прям, я пока занималась, пока что нормально. Переоделась. Мне так показалось холодно. Я даже кофту надела. Думаю, что за дубак. Иначе вещи занести свои, чтобы погрелись. Вчера принесла сапоги, от Аленки оставались зимние. Думаю, варюхи пригодятся. Они оказались и маленькие. Ой, еще висит у меня. Надо Алену записать к офтальмологу. По госуслугам. Мне написано, через госуслуги можно записаться, но там вообще, походу, не вариант. Там написано. На ближайшие 14 дней запись расписана. Поэтому записывайтесь как хотите. Сейчас буду варить кофеечек. Спокойненько попить. Еще какая-то фигня вылезла. Смотрите, между пальцами прямо очень хорошо. Видно красное. Я не знаю, что это такое. У меня даже цинковой мази нет, чтобы подсушить. Намазать надо. Чем-то подсушить, потому что она прямо мокреет. Там какие-то... Не знаю, куда я что затащила. Болячки прям такие нехорошенькие. Сделала себе вот такие бутербродики. В общем, у меня слайсы есть. Вот такие рисовые. Плюс сыр, авокадо и яйцо. Так что всем приятного аппетита. Я завтракать. Все до... Ну, не все. Алены еще нету. Дома уже вернулись. Я включила там Жорик у нас пылесосит. А я решила девчонкам приготовить суп. Ой, что-то настроение вообще адское какое-то. Работы нету. У меня больше всего ситуация, что работы нет, меня прям очень сильно напрягает. Плюс еще у нас тут вообще забирают народу столько. То, что она с другом разговаривает. Переживают. Все переживают по этому поводу. Ну, короче. Ну, ничего не сделаешь. Хоть переживай, хоть не переживай. Ну, ладно, нас девочек не заберут. А вот мужиков-то, да, у нас тут вообще грибут. Решила девчонкам сварить куриный суп. Давно не варила супы. Алена, конечно, будет не очень рада. Хотя она и макароны в прошлый раз не рада была. Честно, уже не знаю, что им готовить. Я себе-то не знаю, что я хочу обычно. Ну, вот. Им больше всего. О, я суп не хочу. Это не хочу к супам. Вообще к супам неприученные. Картошки взять. Что-то я сейчас посмотрела. Картошки прям очень мало. Радует единственное, что у нас на улице офигенно солнечная погода. У нас даже, по-моему, в тенечке ничего не растаяло. Хотя показывают на солнышке 5 градусов. Но в теньке, в теньке там ни фига не 5. Прям даже замерзше. С работой беда. Никто нам не везет работу. Я не люблю ходить на работу, когда нечего делать. И ты себе придумываешь занятия. Это прям ад-адский. Простите, пришла Алена на мину. Никого там нет никого. У нас что-то в последнее время очень нервная дама. Чуть где-то что-то зашелестело. Она начинает пиликать. Ее еще на время посмотрела. Думала, как Алена пришла. Еще время мало. В итоге это не Алена. Это никого нету там вообще. Ну и про работу. Что я говорила? Не люблю, когда ходишь на работу и тебе нечего делать. Ты устаешь намного больше, нежели если бы ты работал. Ну, по крайней мере, у меня так. Я если работаю, то я знаю хотя бы от чего я устала и сколько сделала. Тут вроде ничего не делаешь. Время прошло. Результаты ноль. Еще и устал. Вообще непонятки. Непонятки. Что-то хватит картошки еще. Боюсь, что я много помыла. Картошка огромная прям вот. Одна треть моей головки. Перестань. Стало вообще тявкать. Бесконечно просто. Кто-то что-то зашелестел. Дома даже чуть резче встаешь. Ну, что-нибудь забудешь. Так резко встал. Все. Оф-оф-оф. Поскакало. Девчонки что-нибудь бесятся. Тоже начинается лай бесконечный. Самое стремное во всей этой ситуации, где забирают вот это все. Вроде пока забирают незнакомых. И как-то кажется, что от тебя это все далеко. Но когда уже начинают забирать знакомых. Это уже вообще так. Тогда вот ты начинаешь. Мозг начинает, видимо, как-то по-другому думать. И все это. Ты начинаешь думать, думать. Накручивать все ситуации. Так, это будет лишняя картошка. Надо ее высушить. Вот. И в итоге вот этот весь. Все состояние негативное у тебя капец как. Тебя накрывает. То есть непонятно, что вообще будет с работой, со всем этим. Я вообще не люблю неопределенность. Знаешь, вот так-так все. Все, это сделал, это сделал, тут заработал. Ох, синечки полетели. А так? Я не знаю. Может, я какая-то, конечно, неправильная. Но это же напряг. Очень сильно раздражает. Наверное, морковь пущу туда. Поэтому посолить супчик. Не знаю, что буду есть я. У меня там, в принципе, еще есть эти сырники. Я вчера наготовила. И в итоге вчера вечером я съела сырник только пока готовила. Потом просто в меня уже не влезло. У меня такая сейчас система питания. Может, тут неправильно. Ну, это чисто моя система питания. Я, если наелась, я не буду в себя уже ничего там через силу. Знаете, как вот это объелся и такой еще пихаюсь. Думаешь, ах, все едят, и я еще поем. У меня такого, такого системы питания нет. Я сейчас питаюсь по принципу исключительно наелся. Все. Еда никуда не денется. Хотя, кто знает, в нашей ситуации может куда-то и денется. Ну и как бы специально мучиться доедать. Нет, я не хочу у нас. Опять мы там накопили полный холодильник. Я вроде разгребу только холодильник. И начинаются остатки еды. Останется на следующий день неохота это есть. Я забыла вообще вчера про свой этот морской коктейль. Вообще не знаю, хороший он нет. Со сливками два дня простоял. Не уверена я, что он хороший. Для прочистки организма, если только там посмотреть. Ну вот. Я про него вчера добросовестно забыла. Сделала салат с кунсом. И про него, честно говоря, я даже не вспомнила. А потом уже смотрю, что-то я убирала в холодильнике. Смотрю. А он стоит, ждет меня. Такой говорит, а что ты меня не съехал? Суп варю в мультиварке. Так. Эх. Мясо. Ненавижу суп пробовать. Ни суп не люблю, ни то что. Мясо вообще, когда готовлю. Получается, по факту я же его не ем. Я его вообще не пробовала. И вот он у меня как посолилось. Такой и будет. Я купила сухари. Было желание купить больших креветок. В том магазине, в котором я была их нет. И получается, я не взяла. Я вообще хотела, думала, мы пойдем к подружке. Взять, сделать креветок на закуску. Прям не знаю, что мне захотелось. Я уже сто лет их не ела. Я хотела их сделать. Делают в коляре и в панировочных сухарях. Как-то обжаривают. Я ни разу так не делала. Хотела попробовать. Прям очень вкусно. Но если тем более в коляре, в этих сухарях они будут хрустящие. А там вот креветка. Если мы пойдем в выходные, то нужно обязательно сделать. Буду доготавливать суп. Ну, в принципе, он сам будет доготавливаться. Правда, он уже что-то тут по времени сбросился. 30 минут. Ну, хватит, пусть готовится. Придет Алёнушка и будут девчатки кушать. Я у родителей попила кофе. В принципе, я не голодная. Так что... Вернулись мы с Варюхой с танцев. Алена тут уроки делает. Застыли капец на улице. Дубак просто. Ветер холодный. Так кажется, вроде бы не сильно холодно. О, Варюха, покажи сейчас, как ты научилась делать. Она так прикольно делает. Два градуса. Ну, там такой ветер холодный. Варюшка тут научилась новый элемент делать. Сейчас покажу. Готовится. Давай. И раз. Оп. Молодец какая. Ну, не упала. Молодец. Все, идти переодевать. Все, готовы. Все спать. Что-то сегодня. Варвара что-то решила сегодня. Игурами поспать. А что ты поднес? Что делал? Там он пузо бежал. Все уроки сделали. Слава Богу. Басню выучили. Да. Главное не забыть. Главное не забыть. Главное не забыть. Какую басню ты учила? Лебедь, щука и рак. Молодец. Лебедь, рак и щука. Нет, лебедь, щука и рак. Все правильно ты сказала. А, да. Так что всем спокойной ночи. Всем пока-пока. 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 Пока-пока.